привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам показать как готовится такое очень деликатесное блюдо скажем так под названием балык в интернете и в частности на ю тубе очень много роликов есть как его готовят но нет ни одного правильного ролика дело в том что готовят вялят рыбу совершенно неправильно неправильным способом и называют это балыком располосовать по хребту рыбину сделать на ней насечки и завялить ее это не есть балык переводит тюрского означает просто рыба ну а в русском варианте балык это именно спинная часть рыбы понимаете не целая рыба разрезанная на пополам и завярина а вот именно спинная часть хребет которая срезается я покажу там дальше видео о боковой линии важная часть позвоночник должен оставаться в рыбе балык готовится либо из красной рыбы его соселых пород либо из осетровых но так как осетров варить нам сейчас нельзя запрет полный никаким видом способа ловить нельзя ловить я делаю его из красной рыбы то что у меня доступно делается он так долго слушаться вяль долго долго солится долго вялиться он должен быть вот такой твердый как камень он не должно быть воды вообще нисколько чистое мясо рецепт вы сможете посмотреть сейчас дальше видео я так скажу я изначально делал их не для ютуба не для видео и маленько для из цветов ребят извиняюсь порезал некрасиво подрал просто как обычно если бы я делал для видео я тоже постарался я исследовал так это красиво но там получилось маленько неаккуратно так посмотрите сам рецепт приготовления а я маленько из порежу и покажу что получится внутри но это вы увидел результат в конце видео смотрите что многие делают балык из любой рыбы но это неправильно на балык идет определенная рыба чтобы она благородная чтобы она должна быть без костей либо это лососевые какие-то рыбы либо осетровые ну на крайне от можно использовать сама вам чтоб не было костей другая рыба на балык не годится балык это вот этого часть рыбы вот балык она отрезается целой рыбины по боковой линии вдоль хребта срезается спина в таком виде она засаливает засаливается от нескольких засадывает его крупной солью и солят от нескольких дней до нескольких месяцев вот этому балыку уже более чем полугода он у меня за поле на лежал зиму бочки пролежал и как надо будет его вымочить примерно три дня я буду это дело вымачивать потом вывешиваю на солнце потеплело маленько и можно будет его закопки то есть это у нас получится я вам покажу а балык вот это не просто рыбина обченая или вярина это вот именно вот эта вот часть иная толстая и грушилины ребят тёша срезается прям вот по позвоночнику на 2 проводите срезали в это дело вот это полы вот это достает получает нас балык кеша и голова остается голова и можно закоптить или вымотить просто творится просто тоже голова вкусно делать будем булочок и тёшу тёша тоненькая ее начать будем вымачивать меньше примерно пол полтора суток и будет достаточно обоих будем мочить три трое суток но после этого как отмочить мы с ним и вернёмся у нас получится покажу как ловялись делать дальше для начала балыки нужно промыть от соли хорошенько смываем просто папа под душем все совесть него там маленькие частички такие у людей часто рыба задыхается потому что они и неправильно вымачивают в этих маленьких кусочки которые от рыбы отлетают частички мяса они очень быстро вымачиваются и очень быстро начинают протухать получается запах запах при вымачивании рыбы чтобы его избежать рыбу надо во первых хорошо промыть а потом при вымачивании когда меняете воду тоже 5 и выкладывать всю полностью в ванну и промывать еще раз и так вот это раз короче каждый раз при смене воды надо вываливать ее всю ванную и смывать все эти мелкие кусочков видите пошли не стекают огрызочки эти которые завоняют обязательно сейчас я и смотрю вас кладу в ведро и поставлю в холодок на балкон на балкон еще прохладно но вода уже не замерзает она будет вымачиваться чем холоднее вода при вымачивании рыбы тем лучше когда рыбала будет ядреная и красная вот друзья смотрите прошла ночь рыба вымачивается в ледяной воде только при таком условии она у вас будет упругая и вкусно если будете вымачивать ее в теплой воде она у вас просто вот мягкой как не знает кусок бумаги ледяная вода не дает ей размещаться я с эту рыбу всю воду я все выливаю полностью обязательно нужно выливать всю из ведра высыпать рыбу сейчас я ее промолву под душа балыки еще замочу на сутки а тёшу уже буду вывешивать сегодня хватит стены и мочить не буду ледяная вот в таких условиях получается очень вкусная рыба если нету возможности вас на балконе в холоде и вымочить вымачиваете в холодильнике в кастрюльке и меняйте как можно чаще еще воду тогда все у вас получится сейчас тушу вывешу оболочки завтра повешу так мы ребят еще нужно уделить такое особое особенное внимание внимание я увидел к сожалению этого не сделал допустил это моя ошибка может быть я потом сниму более подробное видео если это кому-то понравится и будет какой-то интерес к этому видео я сделаю более подробное как классический баллы готовит все пошагово все расскажу ну а так пока вам скажу кратко что рыба от того как я вывешил вывешал на улицу два-три дня вывешиваю вывяливается на солнце после чего она убирается в тень хорошо проветриваем помещение так и висит там еще минимум две-три недели у меня полтора месяца на весело до состояния вот такого вот я там врата режем и посмотрим допускается на рыбе выступания соли и даже в классическом рецепте допускается небольшое покрытие ее легкой плесенью налетом как как хамон готовится вот это что-то что-то в том же блоке лег легкая плесень допускается на рыбе рыбка должна быть жирная его на видят не сочится руки пачков так и очень вкусная и классический баллы где коптится я хотел ее закоптить но попробовал и получилось просто обалденно и решил не коптить оставить так как и хранится очень долго можно завернуть ее в газету тряпку длинную ткань какую ты убрать просто морозил потом достали порезали да и попробовали часа по дороге его правильно режут тоже от нарезки баллака зависит его вкус я покажу как это делать берется балычок и режет видео какой стал все высохла вся влага дела вы потолок для нас мы делать кстати был из толстого басана но это тоже неправильно рыба костлявая рыба должна быть без костей чтобы убрать вы кушать балычок отрезается ножом вот под таким вот углом чем больше угол тем лучше вот смотрите вот на такие кусочки это дело наряжается рыба не коптила это пахнет молитву палит легкий привкус копченок сейчас на нарежем это дело я вам покажу вот друзья творите просвет мясо упругая как вот такое резиновая цвета но на вкус она вы когда его кушать но очень нежного моя рука посвечивает вот это вот настоящий идеальный рецепт баллака но это хотя бы как-то отдаленно приближено к оригиналу то что делают остальные ребята на и туды это не болит это тележка там ведь как хотите сейчас еще можно делать баллы там даже из курицы это все неправильно если еще правильный баллы портаться из свинины когда берут свиную спину и вялит и и как он коптят тоже может называться был там все остальное это не баллы что пинка хорошо прокаливать это делают протыкают ножом хорошо просаливает ее и потом уже вот хорошо вывяливают вот такой вот вот так вот настоящий баллы друзья если интересно вам эта тема я вам сниму более подробное видео с пошаговыми инструкциями как это все делает ну а пока всем пока кому понравилось ставьте пальцы вверху не понравилось пальцы вниз вы попросите пишите свои комментарии оставляйте комментарии тема 3 типа возможности не все не забывайте подписываться на канал всем до новых встреч дальше будут еще более и и Продолжение следует...